И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрю Хрейс, и добро пожаловать в карьеру ВФ1-2019 за команду ХАС. Да, мы переходим в другую команду из Мерседеса, и это ХАС, очень интересная команда, к сожалению, Зептнер пришел в нее как бы в хронологической последовательности выпуска роликов раньше меня, но на самом деле я этот выпуск, ну именно эту гонку ехал задолго еще до начала прохождения Зептнера. И в первой же гонке у нас будет очень приключенческая погода, очень она будет интересная, потому что у нас в гонке ливень, прям реально ливень, и как бы, ладно. По трансферам у нас Сайнс переходит в Мерседес, Рассел в Альфу, Ким Райкнин, Вильямс, а я в ХАС. В принципе, интересные трансферы, посмотрим, что у нас с ними будет, а пока что у нас квалификация. Первый сегмент, и, о боги, я вышел из него, еее, я молодец. Первая попытка была на 16-й позицию, но потом я улучшился почти на 8-й и прошел дальше, даже с 10-й позиции, достаточно хорошая позиция. И давайте посмотрим, что у нас уже будет во втором сегменте. Второй сегмент у нас должен быть достаточно интересным, потому что, ну, пока что я как бы тут был 10-й, но тут не все ехали на полную мощность, можно так сказать. У нас Хэмитон, кстати, на Медиуме, а Сайнс первый, да, классно. Четыре десятки везет Рассел. Вылетает у нас Перес, Хюльгенберг, Джовинация, мой новый напарник, и две рейсинг-поинты, да, они просто молодцы, как бы. Где закончили сезон, так там и начали, да, им флаг в руки, да, молодцы. И второй сегмент, раз уж я показывал полный игрок, значит, я не прошел дальше. А надежда была, маленькая надежда была на то, что я хотя бы пройду там с 10-й позиции. Хотя, лучшая позиция была бы 11-я, но так как у нас будет в гонке прям ливень-ливень, то вообще стартовая позиция 10-й, 11-й, 1-й, 2-й сегмент не имеет вообще разницы, потому что у нас ливень, так что на старте можно будет отыграть, можно будет и проиграть, но как бы посмотрим. А пока что мы видим решающий круг второго сегмента, он получился достаточно хорошим, но здесь была маленькая вот такая вот, 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 вот такая вот ошибочка, где я чуть вообще не разбился и мог бы закончить уже свою квалификацию, но все-таки потом я чисто достаточно прошел эту шикану. Тут, кстати, если так срезать, вроде не дают срезку в зависимости на время, и тут я отыграл две десятки такой, почувствовал, что я лошара, потому что проиграл еще одну десятку, но все-таки этого все равно мне не хватило, чтобы пройти дальше, плюс я тут еще немножко потерял, и все-таки все очень было плохо у меня в третьем секторе, покрышки перегрелись, я потерял еще одну десятку, которую отыграл в последнем повороте, и не завершил эту квалификацию на позиции под номером 14. Да, и да, кстати, это еще записано через старую программу записи, в 30 фпс, найс, и тут очень будет много пикселей, да, потому что у нас, тем более, ливень, а на полной сертовой решетке у нас на поле Льюис Хэмилтон, дальше у нас Себастьян Феттель, дальше Пьер Гасли, Шарли Клер, Карлос Сайнс на Мерсодезе, Макс Верстаппин замагает топ-6, дальше два болида Альфы и два болида Команды Биллиамс, дальше два Маклароня, хотел бы Сайд Ветерроса, но нет, я их разделил, и дальше две Реношки, Дживинас и две Рейсинг Пойнта, да, молодцы они, так держать, да. Ну, у нас Ливень без пидстопов гонка, 15 кругов Ада, у нас где-то на круге, так, ну, в третьем-четвертом, будет прям сильный ливень фигачить, и там мы, скорее всего, будем просто плавать, и если бы это была реальная формула, то там, возможно, даже были бы красные флаги, ну, скорее всего, машина безопасности, но что будет у нас в гонке, мы узнаем только когда будем стартоваться. Гассаки стартует Гран-при, Австралии срываемся, мы все в плаванье, великая, величайшая австралийская, проигрываю сразу Боису Ботосу, справа у меня еще и Перес там затесался, сразу же обратно прохожу Ботоса, Перес достаточно хорошо даже стартовал, но все-таки его Реношка не такая хорошая, чтобы проходить пока что Маклароны, я потерял пока что одну позицию, но по внешней траектории, они все снимают центр трассы, я прохожу и Переса, и Норриса, также возникает желтый флаг, они меня атаковать не могут, и все-таки я завершаю свой обгон и Норриса, и Переса, и как бы по каждому старту отыгрываю одну позицию, но дальше у нас еще будет борьба, Норрис же не будет от меня отставать, а я буду отставать от Матлера, да, потому что этот ХАЗ вообще никуда не ехал на этом Гран-при, особенно в дождь, и вот были вот такие вот ошибки, потому что задница тут вообще была такая нестабильная, что я не делал с настройками, я практику тут ехал, ну, наверное, около часа, я подбирал настройки, привыкал к машине, но ничего я не мог сделать, потому что, ну, вообще никак, особенно после нормальной машины Мерседеса, а то и нормальной машины, какая в онлайне, когда, типа, вон в городе гоняешь, тут тебе дают вот это, вот тебе дали это, и не знаю, что с ней делать. Норрис продолжает попытки меня пройти, мы даже поравнялись, он в какой-то момент даже вышел вперед, но по внешней траектории я его обратно прошел, потому что, ну, типа, какие-то там следы уже есть на картной траектории, и все-таки это помогло мне в борьбе с Норрисом. Также еще последний поворот проходили бок о бок, но все-таки я его обогнал обратно перед последним поворотом и уже вернул свою тренадцатую позицию. Плохо вышел на старт-финишную прямую, он был в моем слепстриме, подбирал все, что можно, у него внешняя траектория, но все-таки я обороняю свою позицию. Также Инженер сказал, что у Киммер Акинина возникают какие-то проблемы, но мы пока что посмотрим на повтор старта. У нас Льюис Хэмилтон, как обычно, стартует идеально и начинает уезжать далеко-далеко. Удачи ему взять свой чемпионский ситтл, он молодец. У нас второй Себастьян Феттель, там у нас Сайенс сразу же прошел Гасли, Гасли, который проиграл две позиции, и уже Сайенс воюет с Леклером, и его даже проходит. Рассел воюет с Ферстаппиным и проходит его, и уже Рассел выходит на позицию по номерам 6, но нам, к сожалению, не так походит. И на втором круге также еще была такая опасная ситуация, типа передо мной была война между Албаном и Райкнином, Райкнином у которого проблемы, как я и говорил. Они ехали бок о бок, а это в Ливе не всегда опасно, потому что, особенно с этими ботами, которые могут заблокировать 4 колеса, прям реально все 4 колеса, и они могут тебя тупо вынести. Но я этим пытаюсь воспользоваться, и прохожу Дэвана Баттлера, немного оттеснив, как бы в манере самого Дэвана, и все-таки вышел на 2-1 в боицу, передо мной был Ким и Райкнин, у которого были проблемы на этом же круге, я его легко прохожу, он тем более начинает защищаться, у него плохой выход из поворота, и я, как бы, немножко перекрещиваю ему траекторию, он еще, мне показалось, немного бьется об борт, даже, по-моему, ломает себе крыло, из-за этого большого анти-карлахаса ничего не видно, и его сразу же еще и проходит и Баттлер за... Да, не Баттон, а Баттлер за компанию, и я выхожу на позицию под номером 11. И дальше на четвертом круге мы едем, начался ливень, и тут... Да! Мы все ее так долго ждали! Это долгождонная машина безопасности! Ох, как же это было! И все-таки она наконец-то появилась, в прошлой формуле она у нас появилась на второй сезон в Мексике, тут она у нас появляется в первой гонке третьего сезона. И, чтобы вы понимали, в начале четвертого круга она появилась, и где-то к концу пятого я догнал пилотон. И когда я ее догнал, я чуть не разбился об Албана, и это было достаточно опасно. Посмотрим на эту машину безопасности, на лидирующий Балли Льюиса Хэмилтона, на второй я еду Сайенс на доминирующем Мерседесе, и... Ладно, как-то сойдет. Даже не знаю, как этот ролик назвать, потому что... Не знаю, наверное, как-нибудь типа все сошлось в одной гонке, все лучшие признаки гонки сошлись в одной гонке, не знаю. Также на рестарте чуть не разбил крыло об Албана, еле успел оттормозиться, и когда был рестарт, я его немного проморгал, Албан сразу начал уезжать, ну, не как бы я проморгал, просто машина никуда не едет, классная у меня отмазка. Вот на первую часть сезона у меня теперь есть отмазка, просто никуда не едет машина, все, идеально, идеально придумал. Также впереди у нас, спустя несколько кругов, была борьба. У нас вроде Вейбер воевал с Максом Ферстаппиным, и это было, опять-таки, дождь, опасно, псих. Ну, как бы ладно. Также еще на девятом круге Батлер пытается меня атаковать, Албан впереди, я, в принципе, пока что за ним держусь, но все-таки Батлер не смог меня пройти, от Албана я понемножку, но встанем где-то, ну, по десяточке с круга, потому что темп невозможно держать именно Алекса. Дальше у нас сходит Туррусса, но, к сожалению, это не та Туррусса, которая мне нужна для того, чтобы выйти на десятую позицию и заработать хотя бы одну очко. Сходит у нас Вальтери Ботос, Вальтери сходит по проблеме с двигателем, и это первый сошедший в сезоне. Дальше у нас 14-й круг, я чуть не убился, но все-таки Батлеры не смогут им воспользоваться, и все-таки, примерно сейчас, дождик уже не такой сильный, как был в начале гонки. Да и плюс уже и траектория накатана, и было ехать намного и намного легче. И дальше все! 15-й круг, мы заканчиваем гонку! Еее! Она была очень интересна. Ну, прям вообще. Я с 14 на 11, учитывая то, что был СК, учитывая то, что были обгоны, учитывая то, что была... Ну, даже борьба была, и классно я, кстати, финишировала, в меня еще Батлер впервыелся. И все-таки можно назвать, что эта гонка была с очень интересной. Но я не заехал в очки. Вот если бы я еще заехал бы ворвал очка, то это было бы вообще идеально. Побеждает нас, кто бы сомневался, Мерседес. А второй знаете кто? Еще один Мерседес. Вообще, правда, неожиданный вообще. И третий у нас болит Альфа Ромео. Альфа Ромео Рассела. Он знает в такую команду его переходить. В отличие от Уэйбера, который упустил. Возможно, даже Альфа будет бороться в этом сезоне за титул. Я надеюсь, что Рассел сможет его выбрать. Выиграть, да. И не даст этого сделать Хэмилтону. Но это будет уже известно только к концу сезона. Ну, может быть, даже уже к середине. Найс. Нету теней. Высокие настройки графики. Я люблю эту игру. Но, как бы, дубль Мерседес. Вот. Почему, мне кажется, что я остался в том же сезоне F1 2019? Кстати, карьера не было очень давно. Карьера, не помню, куда была. Вроде даже больше недели назад. Поэтому, ну, как бы, ну, извиняйте. Я выпускал там онлайнчик, выпускал 12-ю формулу, выпустил два выпуска из грязи в князи. Наконец. Ну, все-таки, как бы, карьера, мне кажется, будет. У нас четвертый. Лэнс Ролл, дальше Себастьон, Федершарль, Клярдови, Феррари, дальше Вейбер, Гасли, Гасли, как обычно, встреча на восьмую. Мактер Теппин и Аликс Албин замкнул топ-десяточку, и я только одиннадцатый. Ну, да, кстати, Гасли, как бы, стартал Тейси, реальные гонки за Торроса. Приехал вторым, которая была два дня назад, по идее, потому что записывается это в понедельник, выкладывается во вторник, как обычно. Ну, все-таки, давайте поздравим Пьера и поздравим Сайнса, что они заехали на свой первый подиум. Ну, как бы, не знаю. Это... Какое отношение вообще имеет данная игрушка F1 к реальной F1? Как бы странно. По контактам у нас только два рейсинг-поинта боролись между собой и Леклер с Феттелем столкнулись, да. Фимолично. В личном причете у нас все так же, как и по итогам первой гонки, а вот в купине конструкторов у нас Мерседес 44 очка и 44 возможных. 17 очков у них уже преимущество над Альфа Ромео, а мы как бы предпоследние. И мне это очень напоминает картину прошлого Силана, когда Касса и Макларен были на дне, и с нами там еще борются рейсинг-поинты, но и учитывая то, что рейсинг-поинты вообще вроде финишер были самыми последними, они почему-то выше нас всех. И прям у меня очень огромный вопрос в игре. Ну, надеюсь, мы скоро это исправим, и хотя бы когда-нибудь мы заедем в очки, может быть, в Бахрейне, хотя Бахрейне я вообще всей душой ненавижу, потому что, ну, как вообще там можно ездить с таким перегревом софта? Ну, надеюсь, надеюсь, там софт не будет перегреваться хотя бы на прокачанной машине, хотя, мне кажется, он будет. Но все-таки надо еще выбрать соперника, соперник у нас Данил Квят решил подтянуть рейсинг-поинт, если это вообще работает. Также у нас есть еще целых 941 ресурс, плюс после гонки их было побольше, взял обновление мощности двигателя, не знал, что еще взять на 1600 ресурсов, и решил остановиться на обновлении аэродинамики, потому что, как бы, нам ее не хватает. Во-первых, я ее сбалансировал, взял еще, во-первых, лобовое сопротивление, которое нам должно приехать в Китай, и еще заднюю аэродинамику, которая тоже, по идее, нам должно приехать в Бахрейн. Я же ее взял, да? Да? Я тут еще очень долго почему-то думал, что взять, если у нас максимально против Качина. А, нет, я взял двигатель, да, я вас обманул, я взял не аэродинамику, а двигатель, да, я идет. И также еще по итогу этого гран-при у нас 13% износа ДВС, а этого достаточно много, надо будет когда-нибудь взять износоустойчивость, но все-таки силовую саловку брать в этом зоне нам придется. Также еще вот 11-я позиция, это, кстати, прервалась моя серия, начиная с первого сезона Китая, когда я попадал в очки каждой гонки, ну, как бы, наверное, это печально. Также вот вы видите, как кто адаптировал детали, у нас Альфа, к сожалению, скатилась, и у них меньше преимущества над Мерседесом, Вильямс уже подтянулись, Феррари, как обычно в своем духе, держит планку, а в нижней части Платона все достаточно близко, и, надеюсь, скоро будет у нас борьба, прям не на жизнь, а на смерть, но все-таки посмотрим и узнаем это когда-нибудь к Испании. Ну, а на этом спасибо за просмотр, с вами была Андрю Горейс, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok